Александр Вакулич, ЦСКА Москва, юношеская футбольная Лига 2. Саша, во-первых, с победой. В первом тайме давили-давили, 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 никак забить не могли. Почему? Ну, первое, спасибо за поздравление. Ну, это реализация наша, это в тренировке мы будем больше работать, тренироваться, чтобы в следующем матче мы забивали. Вот, а так, хочу сказать большое спасибо пацанам, что все-таки мы их додавили. Конечно, в концовке, но додавили. Так что спасибо, пацаны, за игру. Мы идем своим титулом. Вы были фаворитами по этой игре еще до начала матча, по крайней мере, по таблице. А в реальности, насколько тяжело далась вам эта игра с командой, которая занимает восьмое место? Ну, игра была тяжелая, я не спорю, но я считаю то, что Чертанова очень хорошая команда. Мы всегда с ними играем очень тяжко. Вот, и... Тем более, что они вас в прошлый матч победили, по-моему. Да, 2-1 мы проиграли. Вот, так что, можно сказать, взяли реванш. Чертанову спасибо большое за игру. Хорошая команда, неважно, в каком они на месте, это хорошая команда. По ощущениям, хватит сил в таком же темпе, в таком же ритме, вот так играть весь оставшийся сезон? Ну, осталось 2 игры, мы уже играем. Сколько игр? Наверное, 4 у нас. Прямые конкуренты в играх. Вот, и мы пока выдерживаем. Осталось 2 игры, мы выдержим. Принципиальные против ростовчан. Чего нам ждать от этой встречи? Ну, там все зависит, я не знаю как. Надеюсь, мы выиграем. Если мы выиграем, то становимся чемпионами. Вот, так что будем настраиваться и надеюсь, мы выиграем. Саш, последний, разумеется, вопрос. Я не могу не отметить сегодня то, что творили ваши ребята на трибунах. Сумасшедшая абсолютно поддержка. Редкая для юношеской футбольной лиги, к сожалению. На правах победителя. Несколько слов вашим фанатам. Спасибо большое за поддержку. Вы нам очень сильно помогаете. Придаете нам темп, сил. Мы вас очень сильно любим. Спасибо за поддержку. И тебе спасибо за игру. Удачи. До свидания. Александр Тюмин. Чертанова. Юношеская футбольная лига 2. Саш, я понимаю, что трудно что-то говорить после такой игры. Весь матч отбивались героически. В конце все-таки пропустила. Команда чего не хватило? Физики или чего-то еще? В физике. Мы физически, я считаю, очень хорошо готовы. Пацаны старались, бились. Не хватило реализации своих моментов. Могли в конце забить. Также может... Ну, судейства не хватило. Судья убил матч, я считаю, полностью. Потому что вот этот вот штрафной на повторе можно посмотреть. Я считаю, что он абсолютно ненужный, абсолютно неоправданный. И тем не менее, проиграть в таком матче действительно досадно? Досадно. Или все-таки команда, которая идет за чемпионством, проиграть ей не зазорно? Проиграть, конечно, обидно. Когда проигрываешь, всегда обидно. Играли только на победу. Могли выигрывать, но немного не повезло. Где-то судейство, где-то мы сами не досмотрели. Следующая игра против Динамо. Да еще и на выезде. Чего нам ждать? Будем играть только на победу. Отталкиваться от своей игры. Увидим. Желаю удачи. Спасибо за игру. Вам спасибо. До свидания. Пока. Валерий Викентьевич Минько. ЦСКА Москва. Юношеская футбольная лига 2. Ну, во-первых, Валерий Викентьевич, с победой. Вас поздравляю. В первом тайме очень здорово давила команда. Забить не получалось. Чего не хватало парням для того, чтобы все-таки открыть счет уже в первой половине игры? Спасибо за победу. Ну, чего не хватало? Забить мяч в ворота. Не хватало. Реализация моментов, она у нас, скажем так, хромает. Вот. Создаем моменты, ну, реализация. После игры с «Зенитом» вы говорили о том, что на команду немножечко так где-то давит бремя лидерства. Вот эта вот нервозность, она сегодня ощущалась? Или, в общем, достаточно раскрепощены сегодня были ребята? По ощущениям, по-вашим? Сегодня намного раскрепощены они были. Очередная победа. Уже вторая подряд. На ваш взгляд, удалось ли вывести команду на пик формы? Да, в принципе, мы как бы и готовили их. У нас было сколько? Три месяца, получается, до начала второго круга. Мы поэтому готовились. Обратил я внимание на то, что армейцы в каждом своем матче обязательно забивают. Ворота соперника поражают. Как оцените игру в атаке? Вы довольны всем тем, что команда показывает впереди? Или есть нарекания? Не, на то, что создаем моменты, не хромает реализация. А так, в принципе, и... Хотелось бы, конечно, больше, знаете, как индивидуальных действий. Потому что возле штрафной обыгрывать, чтобы они сами били. Они пытаются найти какой-то ход. Себя, скажем так, отрезать, снимают. Наоборот, юношеский футбол здесь, наоборот, их надо обучать, чтобы они туда обыгрывали, лезли, забивали. Больше, скажем так, индивидуальных действий возле штрафной. Здесь, да, начало атаки, центральная зона, которую мы проходим здесь, да, за счет передачи. И там хотелось бы и больше дальних ударов. Мы все время их цель ставим, чтобы больше дальних ударов. Себя где-то было заметно? Ну, скажем так, может быть, что-то и, скажем так, они прибавляют. Но хотелось бы еще в завершающей стадии, чтобы именно более хладнокровно они подходили к этим моментам. Ну и лучший игрок матча, если можно кого-то выделить? Или вся команда сыграла хорошо? Ну как, да, в принципе, вся команда хороша. Ну, два кули сегодня, у нас как лидер идет. Он команду заводит и сам за собой ведет. Поэтому, ну, если всю команду, тогда я всю команду, потому что одного тоже выделять. Хотя я скажу честно и дань уважения сопернику, потому что достаточно хорошо, тем более, я знаю, много футболистов ушли в другие, скажем так, ну, выше рангом. Поэтому то, что Валентин команду эту подготовил, это, видно, уровень. Поэтому команде Чертанова тоже большой респект. Да легко с ними не будет никому. А у нас никогда с ними легко не было. Поэтому я еще говорю, приятная победа, но еще говорю, дань уважения Чертанову. Спасибо, хорошая академия и достаточно сильный возраст. Ну, и вам спасибо за игру. Ну, Бог даст. Ждем чемпионства. Будем стараться. Спасибо. Спасибо. Валентин Сергеевич, Валентин Сергеевич, в первом тайме здорово совершенно отбивались, но не получался выход из обороны в атаку. С чем свяжете? Ну, соперник, значит, как сказать, хотели все время низом выходить. Соперник, наверное, хорошо прессинговал, где-то накрывал и немножко подправили во втором тайме этот момент. Что нужно где-то, ну, не так однообразно, что ли, действовать, да, при выходе от ворот, из обороны. И, соответственно, чуть разнообразили. Считаю, немножко по-другому игра пошла уже. И лучше, чем в нашем, наверное, исполнении, чем в первом тайме, скажу так. Сегодня уже девятая по счету игра, в которой вам не удается отыграть на ноль. С тем, что постоянно хотя бы какая-нибудь одна голливая атака соперника проходит. Вот с чем это свяжете? Это оборона, это действия в центре поля. Почему все время пропускается какой-нибудь дурацкий мяч? Ну, это футбол, это не воротарик и не оборона. В гол пропускаем, виновата вся команда. Ну, видите, сегодня по ходу первого тайма, считайте, ну, одного по ходу первого тайма потеряли центрального защитника. Другого там в перерыве не смог тоже продолжить матч. Поэтому, ну, всякие причины бывают. Ну, работать надо. То есть, да позволяем, значит, сопернику чуть больше, чем нужно. Но в целом, вам понравилось то, что вы увидели? Получилось дать бой лидеру чемпионата? Это, как бы, мы, ну, для нас каждая игра, там, не вне зависимости лидер или не лидер. Но в втором тайме, если, наверное, в какой-то степени бой дали, то в первом нет. Ну, ничего, дальше будем двигаться, работать. Вот. Судейство никогда не комментирую. Но, считаю, сегодня, знаете, это все повлияло на результат. И, ну, пусть там разбираются органы, там, как бы, вышестоящие у судей. Ну, и в заключении, какие цели перед командой ставите на остаток этого сезона? Да, какие цели? К победе в каждом следующем матче. В следующий матч с Динамо будем настраиваться. Коротко и ясно. Спасибо вам большое за такую самодачу. Это было просто здорово. Будете так играть, ну, будут великие у вас результаты, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо, всего доброго. До свидания.